До начала зимы осталась всего одна неделя. Европа уже посыпает снегом. В Карпатах на Мелосу гробы высотой до одного метра. Объём выпавших осадков впечатляет. Но снег – это не дождь. Снег не тает моментально, он не превращается сразу в жидкую воду. Снег накапливается. И будет накапливаться всю зиму. Но весной он всё равно начнёт таять. Обильные осадки, унёсшие сотни человеческих жизней на востоке Испании, не являются региональной метеорологической особенностью. Подобные потопы случались в последнее время неоднократно. В Польше, в Германии, в Италии, Греции, Румынии и так далее. Каждый следующий потоп был страшнее предыдущих. Важно понимать причины этих происшествий. По мере глобального потепления увеличиваются объёмы воды, испаряющейся с поверхности Земли, а также из её недр. За счёт повышения температуры, а также за счёт водяного пара, увеличивается объём атмосферы планеты. Важно понимать, что атмосфера планеты не имеет фиксированного объёма. Её объём является результатом баланса между земным притяжением и объёмом газов в атмосфере. За счёт роста объёма атмосфера накапливает в себе гораздо больше воды, чем это было раньше. Но вода не хранится в атмосфере вечно. Временами эта влага конденсируется и выпадает на Землю в виде осадков. Но летом влага выпадает в виде дождя и града, который быстро превращается в воду. Это вызывает потопы, подобные испанским. А зимой вода выпадает с неба в виде снега, который не тает, а накапливается. Таять этот снег начнёт весной, но проблемы с логистикой он начнёт создавать ещё зимой. За счёт своего количества. С проблемами обильных снегопадов этой зимой мы, земляне, столкнёмся впервые. Готовы ли мы убирать те количество снега, которые могут выпасть на наши головы? Думать должен каждый житель Земли. Ибо что-то мне подсказывает, что люди, собравшиеся в Баку на 29-й съезд борцов с глобальным потеплением, думают не об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова